По 5 тысяч рублей депутаты Государственной Думы приняли закон, в соответствии с которым все российские пенсионеры получат единовременную выплату. В помощи закружного бюджета авиаперевозчики, осуществляющие авиаперевозки по округу и за его пределы, получат субсидии, благодаря которым для некоторых категорий граждан заоблачная цена на авиабилеты становится вполне земной. Развитие эффективного взаимодействия между институтами государственной власти и гражданского общества. Круглый стол на эту тему сегодня провело собрание депутатов Миницкого округа в рамках объявленного в регионе Года народного единства. В работе круглого стола приняли участие представители органов власти федерального, регионального и местного уровней, общественной организации и сообщества, а также заинтересованные лица. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Все пенсионеры, проживающие в России, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей в январе 2017 года. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем окончательном чтении. Закон, инициированный правительством, коснется постоянно проживающих на территории Российской Федерации пенсионеров. Единовременную выплату получат те, кто по состоянию на 31 декабря этого года успел оформить пенсию и получил ее хотя бы один раз. Выплату смогут получить как работающие, так и неработающие пенсионеры. Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату, независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. Напомню, что выплатой власти заменят вторую индексацию пенсии. Начиная со следующего года традиционная индексация пенсии вернется, причем по реальной, а не по прогнозной инфляции. В Ненецком округе субсидируют авиаперелеты во все поселения региона. Жители округа приобретают билеты по регулируемым тарифам. Специальным тарифом со скидкой 50% могут воспользоваться дети и молодые люди до 23 лет включительно, а также женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. К примеру, фактическая себестоимость перелета из Наринмара до поселка Устькара составляет порядка 18 тысяч рублей. При этом цена билета по регулируемому тарифу 10195 рублей, а по спецтарифу 5097 рублей. В 2016 году на компенсацию недополученных доходов Наринмарскому объединенному авиаотряду, выполняющему внутренние рейсы, в бюджете округа запланировано порядка 200 миллионов рублей. По итогам 9 месяцев услугами авиапредприятия воспользовались более 17 тысяч пассажиров. Кроме того, в округе регулируются тарифы и по межрегиональным маршрутам в Архангельскую область и Республику Коми. Благодаря субсидированию жители Неницкого округа смогут приобретать билеты по сниженной цене в Киров, Сыктывкар и Архангельск. Так, по маршруту Наринмар-Сыктывкар размер специального тарифа составляет 3700 рублей и 5600 рублей по маршруту Наринмар-Киров. Величина специального тарифа в Архангельск – 4000 рублей. На компенсацию недополученных авиаперевозчиками доходов на этих маршрутах ежегодно направляется более 60 миллионов рублей. На субсидирование перелетов по направлению Наринмар-Амдерма, Архангельск и в обратном направлении в 2016 году планировалось направить около 50 миллионов рублей. За 9 месяцев авиакомпания «Нордавиа», выполняющая эти рейсы, перечислили более 32 миллионов рублей. Однако в целях оптимизации дефицитного бюджета НАУ было принято решение о сокращении объема компенсации недополученных доходов авиаперевозчикам, вследствие чего продажа билетов по специальному тарифу на этом направлении была приостановлена. В 2017 году в бюджете округа, который будет принят уже в декабре, средства для субсидирования авиаперевозок предусмотрены. В последнее время все большее внимание в регионах уделяется взаимодействию органов власти с различными институтами гражданского общества, общественными организациями или, как принято их называть, третьим сектором. Эффективный диалог, непрерывная обратная связь обеих сторон – это залог взаимопонимания власти и общества и, как следствие, высокого качества жизни населения. Об этом сегодня говорили участники традиционного круглого стола, организованного по инициативе собрания депутатов Ненецкого округа. К участию пригласили представителей федеральных структур, государственной и муниципальной власти, некоммерческих организаций. Вопросы отношений государственной власти, институтов гражданского общества, объединения их усилий по обеспечению общественного согласия и социальной стабильности становятся сегодня актуальной проблемой современной России, отметил в начале большой встречи спикер регионального парламента Анатолий Мяндин. В этой связи очень важным становится доверие общества к власти. Достигается это путем постоянного информирования общества о тех или иных решениях власти и получения обратной связи от жителей. Иными словами, реакции и конструктивных предложений. В соответствии с федеральными и региональным законодательством созданы и функционируют общественные советы при органах государственной власти, в том числе при департаментах Ненецкого автономного округа. К сожалению, собрание депутатов не всегда знает, как работают вот эти общественные советы, в том числе по тем законопроектам, которые разрабатывают данные департаменты и впоследствии вносят в окружное собрание. Поэтому нами принято решение о том, что мы в эти общественные советы, наверное, по приглашению этих общественных советов будем направлять депутатский корпус для того, чтобы изначально знать мнение общественных советов, общественности. Общественный контроль – это тот механизм, который позволяет обществу контролировать власть как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата. В общественном контроле могут участвовать все граждане, как лично, так и в составе общественных, негосударственных, некоммерческих организаций. По словам главного федерального инспектора в Ненецком округе Степана Бобрецова, сегодня взаимодействие органов власти и гражданского общества наиболее эффективно идет на региональном уровне. Действуют институты полномоченных, различные общественные советы, общественная палата, некоммерческие организации, общественные организации и ассоциации. Менее эффективно идет диалог на муниципальном уровне. Понятно, что для выполнения этих задач в настоящее время ресурсов местного самоуправления используется недостаточно. Эффективной работе местных властей мешает целый ряд факторов, важнейшим из которых является слабая ресурсная база органов местного самоуправления. И в первую очередь низкий уровень собственных доходов местных бюджетов. Не менее остро стоит в решении наших сегодня поставленных задач проблема низкой социальной активности граждан, устраняющихся от участия в решении вопросов местного значения. Одной из причин Степан Бобрецов называет неумение и нежелание брать на себя ответственность за решение проблем своего поселения, а также низкую правовую культуру и неинформированность о собственных правах и возможностях влияния на ситуацию по определенному вопросу. Об этом говорят и представители федеральных структур. К примеру, для прокуратуры взаимодействие с институтами гражданского общества входит число основных направлений работы и является неотъемлемой частью системы профилактики правонарушений. В России и в частности в округе такое взаимодействие оно, большинство, носит эпизодический характер и касается решения отдельных каких-то вопросов, что все-таки хотелось более подвижное развитие данного взаимодействия. Для России долгое время традиционным являлся стиль преобразований сверху, без учета мнения населения. Сегодня необходимо активное и эффективное взаимодействие органов власти и гражданского общества. Для этого совершенствуется законодательство, находятся все новые формы взаимодействия. Главная задача сегодня – использовать имеющиеся ресурсы и потенциал для конструктивного диалога власти и общества. Министерство внутренних дел планирует ужесточить наказание для пьяных водителей. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, прорабатывается вопрос об увеличении ответственности за данный вид правонарушений для того, чтобы срок лишения свободы превышал три года. Об этом сообщает российская газета. Таким образом, данные деяния будут отнесены к разряду средней тяжести, что будет в большей степени соответствовать тяжести последствий. Напомню, сегодня законодательство не позволяет привлечь к реальному лишению свободы водителей, которые сели в нетрезвом состоянии за руль впервые, так как это является преступлением небольшой степени тяжести. В настоящее время за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Санкции распространяются и на водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. Накануне вечером в центре Наринмара произошло возгорание автомобиля «Тойота». В момент происшествия неподалеку оказался сотрудник нашей телерадиокомпании. Он успел заснять произошедшее. Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт диспетчерской службы в 18 часов 5 минут. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. По прибытию они обнаружили возгорание в моторном отсеке автомобиля марки «Тойота», который был припаркован у детского сада «Аннушка». Вот в настоящий момент проводится проверка и сбор данных для оценки произошедшего события. В машине до момента возникновения пожара никого не было, машина была заперта и отключена. Однако по причине возгорания уже можно отметить то, что она явно не связана с криминальной какой-то версией. Наиболее вероятная версия связана с неисправностью либо неправильной эксплуатацией технических агрегатов и аппаратур, расположенной в моторном отсеке. Сейчас о сумме причиненного ущерба говорить рано. Неизвестно и то, подлежит ли автомобиль ремонту. По словам дознавателя, в этом году это уже третий случай возгорания автомобиля. В прошлом году их было четыре. Сегодня мы продолжим рассказ об успешных предпринимателях Нинницкого округа, которые своим примером смогли доказать, что вести бизнес на территории округа возможно. Героем следующего сюжета стал Юрий Тюлюбаев, для которого путешествие в мир бизнеса стало делом всей жизни. Ставить себя на место клиента и быть в курсе новостей. Такие принципы ведения бизнеса вывел для себя один из успешных предпринимателей региона Юрий Тюлюбаев. За 11 лет присутствия на рынке туристических услуг бизнесмен может четко сказать, кто может стать предпринимателем и что для этого необходимо. Юрий Тюлюбаев – предприниматель не первой волны 90-х. Начинал бизнес в 2005 году. Поработав в органах власти и крупных коммерческих структурах, понял – хочет работать на себя. Частный бизнес дает полную свободу и независимость от чьих-либо решений. Но хотелось именно заниматься чем-то своим. И то, что было ближе ко мне, это, естественно, было связано со сферой путешествий, я решил заниматься именно этим. Спрос в тот период натуры только начинал формироваться, люди только-только начинали активно выезжать за границу. И поэтому можно сказать, что в чём-то я попал как раз в труё. Кромный начальный капитал в 300 тысяч рублей, маленькое офисное помещение и большое желание развиваться. Юрий изучал российский рынок туристических услуг, знакомился с популярными направлениями отдыха. Даже спустя 11 лет помнит своего первого клиента, который приобрёл у него тур в Египет. Внимание каждому посетителю и желание дать ему то, что он хочет – один из постулатов бизнесмена. И это работает. По подсчётам Юрия, каждый третий житель города отправлялся на отдых по путёвкам, приобретённых в его агентстве. В бизнесе в целом и в сфере обслуживания особенно здесь прибыль, она прямо пропорциональна твоей репутации. То есть, чем лучше у тебя репутация, тем больше вариантов у тебя заработать деньги. Соответственно, когда ты начинаешь заниматься сферой обслуживания населения, ты должен как можно больше быть готов вкладывать именно в свою репутацию. Как ни странно, репутация любой компании зависит не от ценноуслуги. Мол, чем дешевле, тем больше клиентов. Согласно опросу, проведённому турфирмой среди жителей округа, решающие факторы при выборе тура – надёжность и доверие. Даже в путешествии клиент всегда может позвонить менеджеру и уточнить ту или иную информацию о стране или таможенных правилах. Благодаря такому подходу клиент готов возвращаться в турфирму снова и снова. Вырученные средства Юрий вкладывал в развитие. Ещё одно правило бизнесмена – деньги должны работать. С первых дней бизнеса мы понимали, что туризм – это дело сезонное. То есть вы сами понимаете, что летом люди в отпуск едут больше, зимой меньше. Поэтому, когда я думал о том, каким направлением бизнеса заняться, мы старались всё-таки придумать, чем можно заполнить выпадающие доходы в то время, когда спрос на туризм падает. Поэтому одновременно с туризмом мы ещё занимались полиграфическими услугами. Открытие полиграфической точки пришлось очень кстати. Спрос был большой, а желающих предоставить такие услуги было мало. Изучение тенденций и знания своих конкурентов помогает быть на плаву и вовремя менять вектор развития. Так, рост посещения иностранцами и путешественниками из других регионов Ненецкого округа стал началом открытия нового направления – въездного туризма. В 2015 году через агентство приобрели экзотические туры в тундру с посещением стойбища и катанием на линии упряжки уже более 200 человек. Я думаю, что важнее всего просто не какой-то этап, когда ты уже понял, чем ты занимаешься и дальше двигаешься, а важнее всего умение преодолевать вот эти все трудности, препятствия. Достаточно высокая стрессоустойчивость должна быть. Сегодня у Юрия собственный офис, обученные сотрудники и прежнее желание России развиваться в любимом деле. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Подведены итоги первой культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант». Напомню, он прошел 4 октября во всех 85 субъектах Российской Федерации. Участниками акции стали почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, от Анадыря до Севастополя и двух зарубежных стран – Турции и Швейцарии. Из них 35 тысяч человек приняли участие очно, и более 50 тысяч написали диктант онлайн. Штаб «Большого этнографического диктанта» в течение месяца обрабатывал полученные результаты. Особый интерес к диктанту проявили представительницы прекрасной половины человечества. Среди участников – почти 75% женщин. Больше всего правильных ответов давали жители, проживающие в национальных республиках. Самыми сложными для участников оказались вопросы, связанные с национальными языками, народными промыслами и головными уборами разных народов. Практически все участники диктанта ошибались при ответе на вопрос о единственном в Европе регионе традиционного распространения буддизма. Вместо Калмыкии многие отмечали Бурятию. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим – 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка за диктант по стране 54 балла из 100 возможных. Продолжение следует...